Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео давайте посмотрим и разберёмся вот в таком настольном USB-контроллере от компании Presonus. FaderPort. Если я не ошибаюсь, это первый подобный ролик на нашем канале, поэтому давайте открывать список. Presonus FaderPort убийца мыши, как гласит надпись на нашем сайте. Ну действительно, такая малышка способна, если не полностью вытеснить мышку из вашей повседневной работы в аудиостанции, то, по крайней мере, перенести на себя часть функций, которые обычно ложатся на мышь, клавиатуру, горячие клавиши, макросы и так далее. Просто заметно упростить вашу работу. Перед тем, как начать рассматривать все функции и тот же самый внешний вид, давайте посмотрим, что же идёт в комплектации с сегодняшним прибором. Сегодня в комплекте у нас имеется само устройство, блок питания к нему, провод USB, а также набор наклеек и прочие макулатуры, которые обычно кладут вместе с продуктами. Ну естественно, пару слов по поводу внешнего вида и управления по всему тому великолепию, которое вынесено на переднюю панель. Мы с вами поговорим попозже, уже непосредственно в рабочей станции, так сказать, проверим в работе. Вам я предлагаю посмотреть на то, что находится сзади. Это, естественно, разъём под питание, потому что здесь находится моторизированный фейдер, и ему нужно питание по USB, это всё не запитается. Это, естественно, разъём USB, о котором я сказал, и разъём под футсвич, который... да-да, здесь есть разъём под футсвич, с помощью него можно активировать начало записи и остановку записи одним нажатием педальки. Теперь давайте разберёмся с установкой драйверов. А вернее, как заставить вот эту малышку работать с вашей цифровой станцией. Рассматривать всё будем на примере Cubase. Провод мы уже подключили, поэтому давайте нырять в компьютер. Если рассматривать на примере Cubase, то Presonus будет работать, так сказать, plug-and-play. Вставили и начинаем. Значит, здесь нам нужно зайти в Device Setup, в Device Setup нажать плюсик, и среди всего этого списка найти Mackey Hue. Нажимаем на Mackey Hue. Здесь выставляем... ну вот у меня уже выставлен фейдер-порт. Если у вас Not Connected, выбираете фейдер-порт. И туда, и сюда. Нажимаете кнопочку Apply. Нажимаете OK. И теперь вместо того, чтобы крутить вот так, вы можете крутить вот так с помощью моторизированного фейдера. Ну а теперь самое интересное. Мы берём фейдер-порт, подключаем его к компьютеру, и вместе с этим прекрасным USB-устройством мы подключаем внешний аудиоинтерфейс от компании Steinberg, чтобы с помощью него вы смогли услышать всё то, что будет твориться у нас в рабочей станции при изменении каких-то параметров через сегодняшнее устройство. Поехали! Давайте рассмотрим управление сегодняшним устройством на примере старого доброго мультитрека. Нажимаем play и слышим прекрасную музыку. Ну что, друзья, столько всего! Столько всего вкусного и прекрасного! Давайте начнём с того же моторизированного фейдера. Итак, переключимся между каналами. Как мы видим, фейдер реагирует, это уже радует. И давайте первым делом попробуем что-нибудь сделать с автоматизацией на примере соло-гитары. Запустим. Нажмём запись. Оп! Гитары нет. Гитара возвращается даже громче. Гитары снова нет. А потом гитара сходит с ума и начинает делать такие вещи. Для чего это всё делаю? Я это делаю для того, чтобы отмотать и нажать на play. Мы все с вами любим, когда они так делают. Да-да-да. Кнопочка, которая заменяет Ctrl-Z на панели, она здесь имеется. Нажимаем. Так-так-так. Возвращаем. Так, отжимаем запись. Возвращаем фейдер в исходное положение. И, собственно, вот. Продолжим наше изыскание. Здесь есть панорама. Давайте послушаем на примере... на примере барабана. Барабаны в соло. Кидаем их в одну сторону, закидываем их там вправо, допустим, и ровняем по центру. Помимо соло есть мьют. По поводу перемещений между треками. Давайте откроем окошко микшера и взглянем сюда. Что интересно, здесь есть кнопочка банки. Если у вас слишком много треков, вот я специально добавил побольше треков в наш мультитрек, вы можете использовать кнопку банк и перемещаться вот так, перемещаться удобно на большие расстояния, будем так говорить. Возвращаемся назад в проект. Здесь в вкладочке Window View у нас есть кнопочка для показа транспортной панели, и Ctrl-Z, как я уже сказал. Допустим, запись. Нажали запись, что-то записали, остановили, не понравилось. Ctrl-Z. Ну, undo она здесь. Вот как-то так. Также внизу у нас блок с транспортными всякими штуками. Транспортные штуки нас в первую очередь интересуют лупом. Можно нажать, можно нажать. У нас сейчас тут имеется закольцовка, поэтому он у нас нажатый и подсвечивается. Ну естественно, транспортная панель. Это перемотка в одну, в другую сторону. Это Stop, это Play и это запись. Вот, собственно, и как-то так. Что же хочется сказать в итоге по поводу сегодняшнего устройства? Это неплохое дополнение для любой домашней Project Studio. Вот сами посудите, по большому счёту эта вещь, она банально ускорит вашу работу и поможет принести часть функций на себя. Транспортная панель, переключение между треками. Вспоминаем про моторизированный фейдер, который вам позволит каждый трек настраивать, ну непосредственно отдельно, это довольно удобно. Foot switch, который позволит вам, ну не знаю, относить его на какое-то расстояние, если вы пишете, допустим, гитару в другом помещении. Просто можете нажать на foot switch, запись идёт, записали гитару, вернулись назад, настроили, что вам нужно там, посмотрели, послушали и так далее. В целом вещь довольно удобная, маленькая, что позволяет её брать с собой, если это, конечно, нужно. Ну и естественно цена, которая является довольно демократичной, на мой взгляд. В целом как-то так. Напишите ваш отзыв, ваш комментарий по поводу сегодняшнего устройства, мне будет очень интересно почитать его. Ставьте лайк, если понравился ролик, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Впереди много нового, интересного и, конечно же, музыкального. Всем пока! Давай подвод комплектации. Ну да. Я по-прежнему уверен, что это очень странная тема. Я по-прежнему уверен. Просто скажешь, что это USB контроллер, ничего он делает. Ничего для чего нужен. Сразу комплектация. Я не понимаю, как логично это, это не логично вообще. Вася, заявку. Стоп, подожди, останови запись. Чувак. Чувак! ... ... Продолжение следует...